В Владимирской области за сутки 215 человек заразились коронавирусом на 8 больше, чем накануне. Последний раз столько зараженных за сутки приходилось на конец июля. Прибавляем так быстро, что недалеко и до антирекорда в 255 зараженных за сутки. Он фиксировался 9 июля. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 54 443. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир, 57 заболевших за сутки. Вчера прибавка составляла 64. Всего с начала пандемии в областном центре уже 12 791 зараженной. Летальных исходов 6 на 2 больше, чем накануне. Общее количество погибших от новой заразы уже 1 974. И число выздоровевших вторую неделю меньше числа заболевших. Сегодня 129 против 215. Всего победивших коронавирус в нашем регионе теперь 49 811. Массовое ДТП в Гороховецком районе. 1 октября около 3 часов утра на 327-м километре автотрассы М7 «Волга» рядом с населенным пунктом «Большие Лужки» случилась авария с участием пассажирского микроавтобуса. По предварительной информации, водитель минивэна «Фольксваген» ехал в сторону Нижнего Новгорода. По неизвестной причине он столкнулся с большегрузом и от удара перевернулся. Есть погибшие и пострадавшие. В результате ДТП погибло 4 человека и пострадало 5, которые были доставлены в пункт Гороховецкий церковь. Некоторым пассажирам потребовалась помощь спасателей. Сотрудники МЧС проводили деблокировку пострадавших. В ликвидации последствий ДТП участвовали 17 человек и 8 единиц техники. Органами полиции возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса нарушение правил дорожного движения, эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Оно передано для дальнейшего расследования во Владимирский следком. По факту ДТП проводит проверка прокуратура области. Акция «Плати просто» в самом разгаре. Те, кто этой осенью оплачивает квитанции «Энергосбыт плюс», через виртуальный кабинет попадают в список ее участников. Начиная с 1 сентября уже 3000 владимирцев оформили подписку на электронную квитанцию и завели свой личный кабинет. Кстати, это бесплатно. В этом месяце у нас будут все наши клиенты оповещены через наши квитанции о том, как можно подключиться. У нас идет акция «Плати просто». Условия акции у нас также пропечатаны в нашей квитанции. Это то, что наш клиент должен подключиться к личному кабинету. Он должен передавать показания через личный кабинет. Он должен оплачивать без комиссии через наш личный кабинет. Чтобы попасть в личный кабинет, сначала нужно войти в интернет. Это можно сделать с помощью сенсорного телефона или компьютера. Дальше набрать в поиске «Энергосбыт плюс», установить и пройти регистрацию. Дело двух минут. Вводишь свой лицевой счет, регистрируешься когда. И все. Навести порядок в личном кабинете, научить оплачивать квитанции самим помогут сотрудники отделения «Т-плюс». Счета появляются здесь же. То есть они вот здесь, наверху сайта. Вот сейчас у меня задолженность 52 копейки. Поэтому эта карточка светится красной. Как только я оплачу, она станет зеленой. И будет написано, что я ничего не должна. Впрочем, скачать и установить нужное приложение на смартфон можно самостоятельно. Кстати, в личном кабинете клиенты могут видеть статистику потребления тех услуг, которыми пользуются. Ну а те, у кого нет сенсорного телефона, могут обратиться к родственникам, если не хотят сидеть в очереди, конечно. После работы когда-то придут, когда-то спишут, все сделают. Ну, большинство у меня дочка оформляет. Вот сейчас жду, дочка должна подойти ко мне. Среди тех, кто осенью воспользуется личным кабинетом «Энергосбыт плюс», будут разыграны сертификаты на электроботовую технику. Акция «Платье просто» продлится до конца ноября. Победители акции определят методом случайного выбора лицевых счетов. Григорий Кошкин, Дмитрий Журавлев, 6 канал. Субтитры предоставил DimaTorzok на улице Спиранского, недалеко от дома номер один. Жители против зебры на этом участке. И аргумента у них как минимум два. Первый. Пешеходник на Спиранского – это неудобно и глупо. Там никто не ходит. Родители с детьми идут в школу и детские сады мимо 62-го дома по улице Пугачева. И дальше по тротуару возле 22-го дома по Нижней Дуброве. И это самый короткий путь, к которому население привыкло. Новый пешеходник вынудит людей подниматься в горку и делать огромный крюк. Пожилые люди ходят. С палочками они должны подняться туда, спуститься. С покупками опять такой же круиз сделать. Ненормальное решение. Кто проектировал, непонятно. Все говорят, все, кто прилижайший, говорят, что за идиотизм. Вот по-честному. Идиотизм? Да, получается так. Первое, что говорят, наверное, пока кого-то не собьют, что-то не случится трагическое, ничего предпринимать не будет. К сожалению, это наша работа. Причем люди говорят все именно так. А беда на этом участке дороги будет точно, считают местные жители. Пешеходник Наспиранского один еще и небезопасный. Он находится прямо на повороте. За ограждением водители детей просто не увидят. А летом еще и кусты зазеленеют. Это второй аргумент против зебры в этом месте. Они хотят сделать там пешеходный переход, если вы не знаете. Вот как раз, когда с дороги спускаешься, вот где трактора стоят, там вот такой разворот резкий, они там сделали уже как бы вот занижение, пешеходный переход. Он там не нужен. Там очень высокие сделали железные бордюры. Пойдет вот такой ребенок, его там не видно будет. Это ребенок, вы как автомобили знаете. Вот так будет спускаться. А еще власть не предусмотрела для зебры светофор. Какая тут безопасность, негодуют люди. Здесь ходят дети. Дорога ведет к двум детским садам, 127 и 110 и к 39 гимназии. Помимо этого в домах Наспиранского и Пугачева располагаются детские центры и частные школы. Мамочки взывают к рассудительности главы города Шохина и просят его выехать на место и дать грамотные указания своим подчиненным. Вы выйдете на место, Андрей Станиславович имеет машину служебную. Он в принципе может приехать. Он уважаемый очень человек, он умный человек. Он все это может увидеть и действительно какие-то поправки внести. Мы отправили официальное письмо в мэрию с вопросом, учтут ли мнение людей и будет ли пешеходник перенесен с Аспиранского на Пугачева. Но в город администрации молчат. Кстати, во Владимирской госавтоинспекции тоже взяли паузу. Хотя в начале недели начальник городского управления транспорта Юрий Иванов в сопровождении двух сотрудников ГИБДД был на месте. Ну что ж, люди ждут и надеются, что на сей раз у администрации ума хватит предотвратить беду, а не устранять свои просчеты после. Местные жители вспоминают трагедию на дороге на Нижней Дуброве. Там насмерть сбили девятилетнего мальчика. И только после этого инцидента чиновники установили там светофор с кнопкой. Кроме того, им пришлось извиняться перед родителями погибшего школьника. Я, во-первых, от себя приношу искреннее соболезнование семье погибшего мальчика. Ну, нечего абсолютно сказать. Вот одно ДТП за несколько лет и такой исход. Елена Масленникова, Шестой канал. На стыке сентября и октября отмечают сразу несколько праздников. День российского Рунета и День пожилого человека. Именно в этот момент запущен уникальный для Владимира социальный проект, который называется «АйТи-семья». Занятие проходит на базе компьютерной академии. Проект объединит сразу два поколения – бабушек, дедушек и внуков, которые выступят помощниками. Дать возможность понять полноту современной жизни. Потому что не имея базовых знаний в компьютерах, в интернете, эту полноту понять крайне сложно. Все знания этого курса будут практическими и прикладными. Как записаться к врачу, как общаться в мессенджерах, как найтись в социальных сетях, оплатить квитанции или совершить покупки онлайн. И даже заказать пиццу. Вообще первый раз в жизни я ничего никогда вообще не делала. Телефон был кнопочный. Сейчас вот купила этот сенсорный, и вот пришла учиться. Организаторы придумали необычный формат. Каждый представитель старшего поколения должен был привезти с собой внука. Некоторые привели сразу двух. По задумке, именно в таком тандеме обучение становится легким и доверительным. И первое задание – учимся печатать текст на клавиатуре. Бытовая, на первый взгляд, задача, но не для всех. Пробел. А, пробел еще? Пробел. Я думаю, что здесь нужен скорее индивидуальный подход. То есть кто-то печатает быстрее, кто-то медленнее, кто-то умеет переключать регистр, а кто-то нет. Надо каждому подойти, объяснить. Я думаю, это весьма интересный опыт. Внуков мы привлекаем для чего? Для того, чтобы, во-первых, была связь между поколениями, чтобы это все-таки было семейное такое обучение, вот именно в этом проекте. Ребята помогут старшему поколению освоить те навыки, те моменты, которые мы будем давать. Инициатива организовать это обучение исходила от компании «Ростелеком». А партнеры – компьютерная академия «Шаг» и диджитал-агентство «ДИП» поддержали. Владимирский провайдер «Ростелеком» вкладывается в образование населения уже больше 10 лет. До этого были такие проекты, как «Бабушки-дедушки онлайн» и «Возраст сети не помеха». Для начинающих пользователей здесь все бесплатно. Наверное, это и благотворительность, и пропаганда. Пропаганда именно безопасных способов работы, дружбы с сетью интернет. Как подчеркнул директор «Ростелекома», с возрастом появляются опасения сделать что-то не так. Не на ту кнопку нажать или нажать на такую, что все взорвется. У ребят, которые с рождения привыкли к гаджетам, такого страха нет. Они интуитивно находят пути решения в компьютерных программах. Впрочем, дети здесь не только, чтобы помогать взрослым. У каждого из них, как выяснилось, тоже есть свой сокровенный интерес. У меня нет сим-карты на телефоне. И я не развиваюсь. Мне хочется, чтобы я мог писать друзьям что-нибудь, отправлять смайлики. Я это могу. Мне нужно побольше узнать о телефоне. Что он может, где, что вот это обозначает. Как вот это работает, например. Компьютерные курсы для взрослых будут проходить дважды в неделю. Организаторы считают, что десяти занятий хватит, чтобы освоить несколько полезных для жизни в современном мире алгоритмов. После каждого урока небольшое домашнее задание. А в конце экзамен по пройденным темам. Целью проекта «Айти-семья» будет не только повышение цифровой грамотности участников, но и напоминание, что самое главное – это живое общение между представителями разных поколений. Григорий Кошкин, Руслан Павлухин. Шестой канал. Владимирская торпеда крупно уступила Красноярскому клубу «Енисей-2». Матч проходил на выезде в рамках 13-го тура первенства страны. В августе черно-белые принимали эту команду на домашней арене. Тогда никому не удалось открыть счет. Матч завершился 0-0. Теперь торпедовцы после ночного перелета оказались в Красноярске. Играли команды в крытом футбольном манеже. В первом тайме встречи черно-белые еще показывали характер, контролировали мяч и совершали проходы в штрафную у хозяев. Впрочем, темы ограничились. Гол забить владимирцам не удалось. Футболисты из Красноярска создавали хоть и редкие, но более опасные моменты, в которых от забитого мяча спасала только штанга и вратарь ковешников. Во втором тайме хозяевам удалось довести дело до гола. На 58-й минуте форвард Енисея 2 Андрей Окладников замкнул головой передачу со стандарта и буквально расстрелял ворота торпеда. Довес и вот гол. Гол 1-0. Окладников все-таки Андрей добивается своего. Буквально через пару минут торпедовцы теряют мяч на половине поля соперника. Красноярцы устремились в контратаку. И снова отличился Андрей Окладников 2-0. На 76-й минуте встречи форвард Енисея 2 делает хет-трик. Его партнер пробежал с мячом с середины поля. Черно-белые остановить атаку не смогли. В итоге снова Окладников получил мяч прямо перед Владимирскими воротами и мощным ударом в одно касание пробил. Надо вырезать. И Окладников 3-0. Второй хет-трик подряд. Что творит парень, а? Гол престижа торпедовцы забить так и не смогли. В итоге с разгромным счетом 0-3 они вернулись во Владимир. Впрочем, наставник фарм-клуба Енисея Лесно отозвался о нашей команде. Он с пониманием отнесся к тому, что у торпеда выдались тяжелые последние матчи. Напомним, сперва черно-белые играли с клубом из премьер-лиги Уралом, а через пару дней с лидером первенства Шинником. Сложный матч. Мы очень, я вам скажу так, проанализировали последние 4 матча торпеда. У них был очень сложный график. Играли они на другом покрытии, естественно. Там дождишлем это все учитывали, поэтому немножко распланировали замены. В первом тайме было сложно, потому что команда очень мастеровита. И было достаточно проблем у нас. Отдал должное своим футболистам и директор торпеда. Александру Акимову понравилось стремление его подопечных отыграться после первого пропущенного мяча. Правда, из-за этого пропустили еще два. Все-таки надо отдать нам должное. Ну, я сам своим, так скажем, ребятам отдаю должное. Может быть, это не совсем профессионально, но по-спортивному нормально. Да, побежали отыгрываться. Ну, естественно, зоны какие-то оголили. И пропустили еще пару мячей. Поэтому могли, наверное, еще крупнее проиграть. Но объективные причины поражения есть. Об объективных причинах поражения рассказал старший тренер команды, который, по сути, сейчас является и главным наставником торпеда. Сергей Дубровин заявил, что говорил своим подопечным играть по флангам, а не через центр. Видимо, что-то пошло не так, и игроки сделали все наоборот, тем самым оголив фланги. Я просматриваю их матчи, и ребят предупреждал, что они хотят играть на высших атаках. Они могут отойти все на своем поле и поймать на этом. И поэтому в большей степени, если это возможно, нужно уйти во фланг, скрывать фланги, больше подачи, подбор, и завершать вторым тэпом. Ну, почему-то мы выбирали пути именно сегодня больше через центр атаковать. Не получалось с флангов атаковать. И после того, как они отбирали мяч, они очень хорошо напигали в атаках. В первенстве страны у торпеда уже семь поражений. Команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице. Следующий матч пройдет во Владимире. Черно-белые примут аутсайдера первенства команду Чертанова. Никита Королев, Шестой канал.